Всем привет! С вами Юрий Долганов и мы находимся с вами в Непале на треке к базовому лагерю горы Анапурна. Кто уже смотрел первую часть нашего видео, спасибо, те уже в курсе. Кто еще не смотрел, сейчас сверху появится ссылочка, можно перейти посмотреть. Наш трек начинается в поселке Наяпу. Мы сюда приехали из Катманду сегодня, преодолели всю эту длинную дорогу до Покхары. Затем из Покхары взяли такси, доехали сюда, приехали уже под вечер. Так что сегодня уже идти никуда не будем, остановились в первой попавшейся лоджи. Завтра с утра будем выходить на трек, так что не переключайтесь, все самое интересное еще впереди. Начинается наконец-то первый день нашего трекинга, но начинается он не с того, что мы идем пешком, а все-таки первые 7 километров можно подъехать. На машине вот сзади стоит джип, который нас довезет до поселка Хилле. Оттуда идет грунтовая дорога, идти там в принципе неинтересно, потому что ездят машины, джипы, автобусы. Пыльно, шумно, грязно и мы решили все-таки чуть-чуть подъехать. Ну а же оттуда начинается непосредственно подъем на поселок Улери и Гарипани, где мы должны сегодня ночевать. Водитель довез нас до села Хилле, именно отсюда начинается подъем к поселку Гарипани. Там известный пункт Хилл, откуда можно увидеть рассвет над Гималаями, что мы завтра планируем сделать. Вот, а сейчас мы начинаем подниматься к поселку Улери, вот его уже видно наверху. Погода хорошая, утром было прохладно, мы были в пуховках, сейчас я уже разделся, в футболки иду под рюкзаком. Достаточно комфортненько так, солнечно и погоду обещают на неделю вперед, практически все время такую же, так что будем оптимистами и верить в прогнозы погоды. Вот, а сейчас идем дальше. Периодически по дорожке встречаются вот такие поселки, с неплохой достаточно инфраструктурой. И такое ощущение, что здесь условия даже получше, чем в том же Катманду, тут чище, как-то приятнее все, приятнее выглядит. Даже ресторанчики и кафешки с очень вменяемыми ценами. Так что можно в любой момент остановиться где-то на тропе, в такой вот лоджии, ресторанчике, выпить чай, кофе, что-то перекусить. Сервис прямо, почти все включено. Не спеша, где-то за полтора часа мы дошли до поселка Олери. Набрали почти 500 метров высоты, сейчас высота 2000 метров. Поселок с богатой инфраструктурой, много лоджий и ресторанов. Все так достаточно цивильно, классно сделано. Но наш путь пока и лежит дальше. Так что идем вперед. Только начав подниматься, сразу же бросается в глаза, что все группы, которые идут нам навстречу, причем не только европейские, но и русскоговорящие, нанимают портеров, которые несут их вещи. Я не знаю, честно, мне бы совесть не позволила. Я бы сейчас себя чувствовал каким-то белым господином, что за меня несут мой рюкзак. При том, что вес рюкзака здесь легкий. У меня рюкзак 11 килограмм. Это с учетом того, что я еще несу спальник светы. А так мой рюкзак весил бы 9-10 килограмм. И это настолько легко по сравнению с обычными походами, что ради этого нанимать портера я даже не знаю. Мне бы совесть не позволила. Ландшафты все время меняются. Сейчас мы идем через настоящие джунгли, как в книжках Ридьяра Кимплинга про Маугли. Свисают лианы. Очень влажный такой тропический лес. Продолжаем набирать высоту к поселку Гарипани. По тропе постоянно попадаются туристические чекпоинты. Туристическая полиция, так называемая, которая проверяет ваши пермиты. То есть разрешение на вход в национальный парк. И ТИМСы, это карточки трекера, ставят отметки. Чекпоинты стоят на тропе, так что мимо пройти просто так нельзя. Поэтому без разрешения сюда, конечно же, соваться не стоит. Я уже много рассказывал про жилье на треке в лоджах, но еще ни разу не показал, как они выглядят внутри. В принципе, здесь даже не стыдно показать. Действительно очень чистое место попалось. Мы пришли немножко заранее сюда по времени. Сейчас только 4 часа. И могли выбрать себе место. Люди в основном приходят сюда чуть-чуть попозже. Из окна открывается отличный вид на весь поселок Гарипани. На горы. Горы сейчас, конечно, затянуты облаками. Все-таки уже под вечер. Но завтра на рассвете будет видно такая тенденция, что утром всегда ясно. Так что мы классно живем еще здесь. К вечеру тоже погода всегда улучшается. Сейчас горы растягивает. И сейчас можно видеть сзади. Выглядывает она Пурно-Южная, Хинчули. И сзади на фоне еще одна гора. Я пока еще не разобрался, какая. Вот сейчас включу навигатор, посмотрю. Но вокруг такая шикарная панорама на все эти пики. И чем солнце садится ниже, тем четче все это видно. Краски такие приобретают. Просто вообще какая-то фантастика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем доброе утро. Главным планом на сегодняшний день был план подняться на вершину Пунхила. 3200 метров. И встретить здесь рассвет. Невероятное зрелище. Огромная панорама. Просто круговая на все вершины, которые мы вчера видели снизу. Сегодня открываются прямо как на ладони. Сзади меня видно. И там сзади меня видно. Рассвет их окрашивает в разные краски каждую секунду. И из Гарипани по каменной лестнице вверх. Сотни людей устремляются вверх, чтобы запечатлеть все это. Фотографы, фотоаппараты, огромнейшие объективы. На штативах выставляются. Каждую секунду делаются сотни фотографий. Но все равно они не передадут всего того, что я вижу сейчас здесь. Невероятно. Просто обязательно стоит сюда подняться и все это увидеть. Своими глазами. Мы продолжаем идти в сторону поселка Тадапани. Подъем начался. По ступенечкам вверх уже начинает чувствоваться высота, дышка. И забыл еще сказать, что сегодня ночью начали появляться по чуть-чуть признаки горной болезни. У меня, например, голова болела, была небольшая тошнота. Но сейчас уже расходился и нормально. Но все же высота есть высота. С сих сторон красивые виды. Мы шагаем с видом на южную на фурну. Я думаю, что мы поднимемся на перевал, куда ведет эта тропа. И виды будут еще круче. Мы не так давно прошли перевал до Урали и продолжаем спускаться к селу Тадапани. Судя по всему, осталось где-то полтора-два часа. И мы уже будем там. То есть, немножко даже с опережением нашего графика. Так что, возможно, мы сегодня опять перевыполним норму и пройдем чуть-чуть дальше. Конец второго ходового дня. Мы таки перевыполнили наш план, как мы и хотели. И спустились аж до поселка Сипронх. Это практически полдня мы еще выиграли. Которые можно будет потом с толком на что-нибудь потратить. И остановились в лоджи. Скажем так, выбирали лучшую из худшего. Но в целом, как бы, условия нормальные. Тут уже теплее, чем наверху. Но вот если видно на камеру, то, конечно, не пять звезд. Абсолютно не пять звезд. Но в целом, в таком месте, куда даже... Ну, люди ходят только пешком, никакого транспорта. То вполне даже замечательно. Сейчас я еще двор покажу. Так что, тут переночуем. И завтра будем идти дальше вперед. Поселок Чамронх. И должны дойти либо до поселка Бамбу, либо до поселка Даван. Субтитры создавал DimaTorzok